с интернета скачиваете или если у вас есть в компьютере какой-нибудь учебник открываете электронный учебник и вот здесь видите печать или отсюда или разницы нету файл печать можно отсюда можно на этот нажимать разницы нет вот открывается выбираете вот здесь можно выбрать у меня 150 там у вас L800 будет вот выбираете свойства здесь находится видите выходит вот такое окошко здесь сервис заходите здесь вот это а буква и с такими турниками вот а сверху раз два три третий значок нажимаете вот и здесь будет пуск вот пуск видите вот пошел он сейчас чистить будет вот он чистит пошел потом нажимаете на печать с шаблоном проверки здесь выбираете печать с вот видите и распечатал у меня тоже здесь вообще черного нету значит если нету то нужно оставить опять если нужно прочистить делаете пуск так дальше идет прочищает вот еще прочистку сделал сейчас опять так и нажимаем сюда печать у меня видите чтоб все вот такие были вы должны делать прочистку чтоб все такие чистые были у меня видите еще не вышло но черное не выходит там краска может нету надо проверить надо сделать прочистки вот здесь нажимаете прочистку делаете пока у вас все такие чистые не вышли такие все ровные пока не вышли вот сделали прочистку сейчас нажмем на печать если у вас после первого-второго раза не получается прочистка все ровные краски не уходит то нужно делать несколько раз прочистку печатающей головки но не более 10 раз потому что если вы будете делать более 10 раз прочистку печатающей головки то у вас печатающая головка загорит в этом после этого вы не сможете восстановить если у вас после 5 6 раз не получается желательно обратиться в сервис по ремонту принтеров где ремонтируется принтера чтобы принтер не испортить может там где-то печатающей головки высохла краска его надо промыть почистить после сделать прочистку чтобы она была полностью рабочем состоянии сейчас мы посмотрим вот печать вот мы несколько раз сделали прочистку здесь вот мы сделали несколько раз прочистку уже полностью они ровные единственные вот в черном одно деление не хватает но еще раз сделать если прочистку то она тоже появится я больше не буду делать чтобы головку не испортить а так печать будет у меня уже хорошая для того кто не знает как можно заправить принтер цветные принтеры я вам сейчас хочу показать как можно их заправлять это принтеры бывают со стройными смпч и есть принтеры которые дополнительно устанавливают смпч вот у нас красок нету и вам хочу показать как можно заправлять желательно вот видите уровень краски здесь разделяется на две части этот бачок все бачки так разделяются вот в этом бачке уровень краски должно быть не выше вот примерно на этом уровне желательно если будет то хорошо этот уровень тоже ничего если она еще больше будет вот примерно если мы сюда нальем оба одинаковые уровни если краски будет то у нас получается этот он будет при печати рисунка или картинки он будет проливать краску принтер будет проливать краску через головку печатающую головку чтобы этого не было мы что должны делать вот у меня идет здесь краска светло-красная вот здесь идет светло-красная красная ну вот цвета разные вот здесь можно это у меня открытые вот здесь открывают фольгу убирают и закрываем его вот это можно снять и через эту головину можно наливать краску но это очень тяжело и долго получается но я вам сейчас покажу и другой вариант тоже чтобы заправить картридж нужно вот здесь у нас имеется фильтр у кого нету фильтра то вот сюда ставить палец или вот пробка имеется своя пробку закрываем здесь или можно вот так пальцем фильтр оставить можно можно пальцем вот так закрыть вот и здесь открываем сперва здесь закрываем пробкой потом открываем и вот этот горловину узкую опускаем сюда давим и заправляем через эту горловину это долго получается и тяжело здесь имеется вот отверстие через это отверстие некоторые здесь отверстия бывают широкие и вот здесь в данный момент идет узкое отверстие из-за этого чуть тяжело в таких случаях можно использовать вот такую воронку пластмассовую маленькую воронку доставим открываем верхнюю крышку главное здесь который манжет не теряем резиновый манжет имеется а то краска будет проливаться осторожно наливаем все до этого уровня выше не надо наливать это закрываем здесь тоже потом этот убираем у нас здесь если отверстие большое идет то можно и без воронки обойтись без воронки можно наливать здесь все чистим аккуратно чтобы чистенько было и можно потом открыть вот это отверстие сейчас я заправлю желтую краску чтобы вы видели как этот процесс происходит здесь убираю закрываю пробкой этот открываю большое отверстие открывай дальше сюда ставим воронку маленькую открываем панночку здесь желтая краска идет у нас и осторожно чтобы не пролить наливаем вот наливаем столько выше же не нужно сейчас закроем берем смотрим мы здесь пробку закрыли пробкой закрыли отверстие видите краска не поднимается если это будет открыто то эта часть тоже поднимется и как я сказал через головку будет проливать краска листок весь при печати будет портить испортить потом после того как мы его заправили это отверстие закрываем а это открываем и вот она не поднимается больше потом при печати она еще опустится и все в этом уровне где-то он будет все время держаться у вас это хорошо так и должно быть спасибо за просмотр